всем привет ребята поговорим сегодня о том как бы нам заработать гемы как бы это странно не звучало так как многие игроки играют бесплатно они ищут способы где бы урвать гемы некоторые люди знают уже где видео в принципе создан для тех кто не знает и возможно для тех кто знает может какие-то варианты он все-таки не знает и как бы запутанные не говорил но суть в том то что в принципе гемы можно собирать спокойно в потерянном королевстве да и так как из плитки 30 40 уровня но в четвертой зоне это конечно тяжело особенно когда большую онлайн у тех королевств которые входят четвертую зону допустим у нас 4 королевства 4 альянса в данный момент получается да и тяжеловато в некоторое время собирать бывает даже гемы ищешь по 10 минут 15 там зависимости от того как ты сам тоже целеустремленно ищешь их но ночью в принципе можно спокойно их собирать искать в этом проблем нету охотников на гемов много но это конечно все разгроется когда будет у нас уже война получается 5 зон там отыграется да мы уже увеличим территорию надеюсь если мы там выиграем как бы да если кому интересно мы будем выкладывать в принципе видео поэтому да без проблем наверно будем укладывать потому что даже будет стрим по пятой зоне получается так как мы тем более еще управляем коалиции в целом на четыре королевства да но суть то в том то что если мы тут захватываем территорию то есть мы здесь спокойно можем гемы конечно собирает но опять же их будет подрезать да поэтому проще в другой зоне да не там союзными какими получается в нормандии да у нас будет общая территория нейтральная тут уже можно собирать но опять же это нужно смотреть но суть в том то что можно собирать но в родном королевство конечно же не стоит это делать до переходим к следующему варианту следующие варианты это ивенты мини-ивенты и большие ивенты такие как мге даже если вас нету списке вы можете получить свободные те места которые можно сделать и получить те или иные гемы там в количеством 30 штук по 10 и так далее да и такие как ритуал караука получается да выполнять конечно же вот стоит на максимальной сложности тоже там гемы присутствуют то есть это все конечно же лучше выполнять само собой да то же самый ивент есть артистический резерв тоже занимаете место как бы получаете гемы то есть принципе в каждом ивенте до в каждом событии это все есть то есть открываете календарь событий получает смотреть какие ивенты у нас присутствуют какие будут есть да и то же самое кирольский кризис тоже можно получили гемы то есть если выполнять легендарную сложность то можно это получить но как бы сложно для слабых аккаунтов но в принципе даже бывает и для средних средних сильных опять зависит от игроков которые попадут вам на помощь ну в команды в принципе дай те же самые баллады то есть везде как бы это все падает капает желательно все выполнять и тем самым будет выполнять до чтобы большое огромное количество в копилку вашу гемов но все же они будут по чуть-чуть по чуть-чуть и все-таки будете копить как бы да а мы переходим к следующему варианту следующий вариант это получение гемов с варваров то есть мы просто элементарно объем варваров и есть шанс у нас получить гемы получается да то есть данный момент можно получить 100 самоцветов с одного варвара желательно бить конечно их цепочкой брать аое командиров чтобы круговое это все дело зацеплялось но желательно лучше так чем брать там и тыльку и она била просто прямо на 180 д то есть это намного интереснее но в основном конечно же бьет ричардом потому что он живет то есть он живет но опять же я беру миротворчество потому что я трачу меньше воды да у меня отряд проседает но ничего страшного я чисто ежедневку делаю то есть у меня просел марш я завожу и обратно вожу завожу увожу то есть я не бью постоянно как да те кто бьют ричардами там ли сангея либо джигелян сейчас ну они берут полянку ищут получается где порядка там 5 марш и грубо говоря такие полянки но больше есть вот такие вот и просто за одну атаку ловит их всех получается да и само собой ловит те же самые шансы чтобы получить гемов получается да и сейчас данный момент я не получил никаких пока что гемов да видно вот кристаллики сыпется ускорение те же самое кстати говоря хороший способ получить те же самые ускорения за минимальное количество воды получается да то есть каждый день бью даже материалы падают как бы да но гемы конечно же это такая сложная ситуация вот все таки есть когда то есть редко падает но есть то есть опять же один из способов чтобы получить гемы получается да так что пользуйтесь а мы переходим к следующему варианту также в нашей игре присутствуют коды халявные коды которые иногда раздаются да то есть постоянно можно их увидеть в тех или иных сообществах там дискордах может где-то вконтакте даже да в игре отправляют в почте там лидеры либо получается r4 опять же там есть гемы но не всегда падает данный момент я вот вел в код получается золотой ключ ускорение 30 минут и фолиант получается до уровня 5 1 в принципе неплохо как бы халява да и каждый день можно их получать опять же да они разные там бывают можно получить гемы то есть 200 гемов там можно получить да спокойно то есть один из вариантов мы переходим к следующему варианту а следующий вариант это лицей знаний несравненный ученик то есть здесь мы проходим отборочные испытания и доходим до конца получается до промежуточный тур в принципе здесь тоже можно получить гемы но опять же нужно знать ответы на вопросы нужно все дело проходить опять же есть отдельный дискорд каналы где по крайней мере раньше я находился там и знал что это и присутствует есть то есть отдельный человек там говорит ответы вы просто их получаете прожимаете да идете все вместе получается до конца до победного до последнее время наблюдались такие случаи где люди лутали даже и по 50 тысяч было дело то есть но большое количество гемов получается то есть многие не проходили малое количество проходило то есть нужно знать куда что где опять же один из вариантов пользуйтесь а мы продолжаем следующий вариант это варварские крепости они у нас есть в родном королевстве и в принципе они присутствуют даже и в потерянном королевстве да то есть вам нужно будет зачистить территорию получается да от стражи и башни накопить получается уровень туда что вы убьете 120 на бдительность получается да и здесь выскочит босс получается вы его убиваете да и получаете гема мало как бы но в принципе если такие все зачищать как бы будет выходить неплохо но если не ошибаюсь я давно не проходил здесь должно появиться то что какое-то время вы не можете его ткать чем 2 дней либо его либо вот эти вот маленькие отдельные я там балауру для кто там как они у нас получается да балауру то есть наверное либо его либо то точно не помню да то есть два дня получается вверху у вас будет написано что вы не можете получить награды да ну как вариант тоже можно пользоваться поэтому пользуйтесь это хороший вариант для получения гемов а мы переходим к следующему варианту следующий вариант это захваты построек то есть каждое квк когда вы приходите в потерянное королевство вы захватываете постройки там лагерь крестоносцев либо получается крепость крестоносцев те же самые круги и капище то есть за них вы получаете тоже гем поэтому как бы не забывайте присутствовать на захватах и получать дополнительные геммы это в принципе стандартная такая вещь где вы сто процентов не потеряетесь если вас конечно не выгонят да и получите эти гемы получается но принципе довольно приятный бонус на самом деле если будет большое количество следующий вариант я не могу вам показать но есть один интересный вариант это получается есть такие ивенты где вы можете получить там аксессуар или как они там называются вы можете строить их получается декорации д которые есть особые есть такие события где вы можете их получать там по три штучки получается на выбор дай и если они у вас есть и вы за них забираете гемы то есть за такие получается декорации особые вы выбираете 200 гемов если я не ошибаюсь да и также также там есть вы можете забирать рад что получается да это есть облики если опять же у вас те три варианта которые там будут находиться есть вы за них можете взять 2000 гемов то есть опять же это один из вариантов для получения гемов довольно неплохое количество дай для пополнения вашего так сказать баланса в плане гемов а мы переходим к следующему варианту ну и наверное последний вариант это подарки от короля то есть в храме постоянно каждую неделю обновляются подарки короля обычно их дают ну в нашем случае будем смотреть в нашем королевстве дает для тех игроков которые помогают королевство допустим игроки которые раздают титулы там помогает обнулять игроков делают результаты впреки в к а если тех или иных событий нету получается принципе раздается рандомно до зависимости от того получал человек либо не получал человек до чем меньше людей в альянсе получается да или вообще в принципе смотри допустим импер куда там сложно будет получить в тех королевствах где есть один альянс то есть большой шанс принципе этот подарок получить опять же он рандомные дай вам возможно невозможно а будет это приятно когда вы получите скорее всего да и можете получать вплоть до 1200 самоцветов но легендарные трофеи обычно раздаются тем кто прям потел конкретно я так скажу да там и на войне и при квк может какие-то другие достижения дай вот в принципе все надеюсь я ничего не забыл а если что-то забыл в комментариях я думаю я это дело дополню где можно получать неким и да и основные в принципе позиции мы разобрали где можно их получить если вам понравилось отпишите что понравилось и помогло для получения информации в плане откуда взять гемы а мы с вами еще услышимся до новых встреч ребята пока 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 Продолжение следует...